Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом обложения НДФЛ, доходов, которые получает физическое лицо, от погашения права требования, которое ранее было приобретено данным физическим лицом. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И Минфин на самом деле излагает в данном письме несколько интересных подходов. Во-первых, Минфин указывает на то, что положение главы 23 НКРФ и прежде всего статья 220 НКРФ не позволяет уменьшить доходы, которые получены физическим лицом при погашении права требования, которое было ранее приобретено этим физическим лицом. Не позволяет уменьшать данные доходы на расходы, которые понесло физическое лицо при приобретении соответствующего права требования. Вообще следует заметить, что эта позиция Минфина, она не новая. Она регулярно высказывалась и есть даже относительно свежие письма 2018 года. Реквизиты этих письмов вы видите, и я, в общем-то, эти письма анализировал еще 1 августа и говорил, что позиция, которая изложена в этих письмах, она достаточно спорна, поскольку судебная практика, она, в общем, эту позицию опровергает. И что интересно, Минфин также обратил внимание на соответствующую судебную практику. Так, Минфин указал, что с учетом судебной практики физическое лицо может уменьшить доходы, которые получены от погашения ранее приобретенного права требования, на те расходы, которые были связаны с приобретением этого права. При этом здесь следует заметить, что хотя Минфин непосредственно в тексте своего письма не сослался на постановление Президиума Верховного Суда, реквизиты которого вы видите, но на данное постановление сослалось лицо, которое делало запрос. И, по всей видимости, Минфин обратил на это постановление внимание. Здесь, извиняюсь, небольшая описка в названии постановления. Таким образом, по сути, можно говорить, по сути дела, что Минфин изменил свою позицию и, в общем, в настоящий момент эта позиция все-таки в пользу налогоплательщика. Таким образом, физическим лицам, которые получают доходы в результате погашения права требования, которое было им ранее, ими такое требование было ранее приобретено, в общем-то, необходимо иметь в виду соответствующее письмо и ссылаться на него для защиты своих интересов. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!